Здравствуйте, друзья! Началась у нас новая неделя, новая учебная неделя, уже есть работа, практические занятия нужно проводить. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас 7 сентября, и в университете все лекции удаленно, онлайн, а практически лабораторные занятия, курсовые проекты, они в аудиториях. Как это будет, что это будет, я вам покажу, расскажу. Сейчас только приехал, буду идти расспрашивать, ну вообще, как там, что было летом у кого. Ну что ж, друзья, вот так в этом году у нас будут проходить наши занятия в масках. Конечно же, как по-другому, но они и будут. Еще раз уточнил, практические занятия, практически лабораторные занятия будут, мы будем в масках, и поэтому как-то нужно будет все это дезинфекцию проводить, со студентами общаться как-то. Я еще продумаю, чтобы все это было более безопаснее. Возможно, там поделю их на мелкие группы, потому что возможность есть, и почему бы этого не сделать. Ну, конечно же, буду вам рассказывать, как это все будет, потому что я сам особо не понимаю. Поэтому, ну, как всегда, мы в нашем классе. У нас тут, конечно, обновки. У нас два новых микротвердомера. Японские, вроде, если не ошибаюсь, еще. С ними будем разбираться. Доброе осеннее утро, друзья. У нас восемь с половиной градусов сейчас. У нас сентябрь какой-то там, одиннадцатый сентября, и пора ехать на работу. Сейчас восемь утра ровно. У нас восемь утра, едем на первое занятие. Будем проводить. Интересно все вот это с масками, но... Ну, да ладно. Самое главное, что уже холодает рано. Что не есть хорошо. Хотелось бы еще немного хоть теплой погоды. Ну, возможно, она еще придет. Ну, что ж, друзья, у меня закончилось одно занятие. Я сразу поехал в центральный корпус, потому что нужно было забрать кое-какие бумаги. Занятие было вступительным. Пришел всего лишь один человек. Хотя на почту я писал, что занятие будет... Не знаю, будет ли больше человек, или не будет, или он всего лишь один будет. Причем это не иностранец, это литовец, который выбрал обучение на английском. Ну, посмотрим. Но даже если он будет один, я буду с одним человеком работать. Я ему буду все показывать, рассказывать, потому что... Ну, он же не виноват в том, что он один в группе. Поэтому, возможно, я и вам покажу, как проходит лабораторный во время того, как он будет приходить. Ну, это мы еще подумаем, увидим. Сегодня у меня первый день, когда я физически поеду в свой университет. Я уже собралась, осталось только переодеться и поехать. А еду я на первую лабораторную работу. Насколько я поняла, то у нас не будет никакого долгого занятия, потому что мне просто выдадут плату для того, чтобы я выполняла курсовой проект дома. И меня это устраивает. Большинство преподавателей решили работать со мной индивидуально, удаленно, потому что я единственная студентка в группе. И не хочу сказать, что я прям очень довольна, потому что все-таки качество обучения чуток хромает. Ой, какое солнце! Но, в принципе, в данных жизненных обстоятельствах все можно уточнить, если непонятно, и поэтому все как-то подходит в основном. Давно уже не была в универе. Очень хочется побывать, подняться на этаж, на который нужно вообще посмотреть на людей, пообщаться тоже с кем-то. Уже очень давно там не была, так что даже соскучилась. Солнышко уходящего дня. Класс! Даже приходится опускать спереди. Козырёчек, да. Саша модненький, в очках едет, а? Козырёшь, а то храны. Да. Вот такое у нас сейчас классное-классное небо. Кайф просто. И пока мои ребятки купаются, покажу вам плату, которую я ездила забирать с ними. Это обычная такая ардуино-ума. Мы занимались такой на факультативе, когда я училась на бакалавриате в Киеве. И сейчас у нас тоже будет курс по интернету вещей, и она нам нужна для того, чтобы разобрать основы, поработать, изучить что-то новое, потому что не всё я изучала в рамках того факультативного курса. Будет очень много нового. Курсовой проект тоже будем делать. Мне нужно будет ещё взять несколько сенсоров, зависимо от того, что я захочу сделать для курса чай. Мне осталось написать преподавателю, чтобы он выделил мне эти сенсоры, и мы поехали забрали их. Всем доброе утро. У нас началась новая неделя. Я приехал здесь в Эрмитаж, и, конечно же, я забыл маску дома. И не хотел я возвращаться, потому что это плохая примета. Пришлось зайти здесь при ходе максимум купить маски. Ну, там 5 штук, зато теперь будут лежать в машине. Не буду париться насчёт них. Ну ладно, сейчас идём кое-что купим, потому что нам кое-что нужно. А что, я вам расскажу, конечно же. Вот, нужна вот такая штучка. Нашёл только один такой, преобразовать и ржавчину. Нам нужно кое-что им почистить. Ну, хороший он или нет, мы, конечно же, сегодня узнаем. Итак, мы по лаборатории. Вот этот преобразователь ржавчины мне нужен для того, чтобы очистить вот эту машину. Нужно всё вот это почистить, чтобы оно было нормальным, красивым. Чтоб этого не было. И ещё один нюанс. Сказали мне вот такую штуку. Её, типа, нужно выбросить. Она не нужна уже. Она разобрана вся. Меня заинтересовали вот эти цифры. Если кто знает, это классные штуки. И с них я хочу сделать часы. Я хочу их снять и сделать часы. Я вам покажу. Есть такие в Китае. Но стоят они невероятно дорого. Они что-то там по 100, по 100, по 100 с чем-то евро. И я хочу сделать себе такие часы. У меня будет три таких циферблата. Я постараюсь сделать. Ну, постараюсь, по крайней мере. Покажу вам, получится или нет. Сейчас мы всё это разберём, почистим. Пока у меня ещё через час лекция, поэтому у меня есть час времени. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok